Клязьма, Сходня Горетовка. На территории городского округа протекает много рек. Сегодня подавляющее большинство из них в плачевном состоянии. Ил, поваленные деревья, мусор, сброс неочищенных сточных вод ведет к загрязнению и усыханию рек. Вот этот ручеек когда-то был довольно широкой рекой Химка, по которой сплавлялись небольшие лодки. Сегодня реке необходимо вернуть первоначальный облик. Как это сделать? Вопрос решает администрация вместе с отделом экологической безопасности. Его руководитель Сергей Корнилов поделился журналистами телеканала Химки ТВ, почему река оказалась в таком состоянии и как привести водоем в порядок. На реке расположено очень много предприятий различных, которые оказывают негативное воздействие на речку, то есть сбрасывают сточные воды. Отдел экологической безопасности проводит такие мероприятия, чтобы выявить эти источники, выработать совместно с предприятиями меры по улучшению сброса сточных вод, исключению негативного влияния сточных вод на речку. Расскажите, вот вы упомянули экологический отдел. Я так понимаю, орган какой-то новый, возможно, не все жители с ним знакомы. Расскажите, что это за такая организация, что это за организация, когда была создана, и чем вы собираетесь заниматься? Наш отдел, отдел экологической безопасности, создан в середине 2018 года распоряжением главы городского округа Химки. Основные задачи отдела формирования экологической программы городского округа Химки. Сейчас мы видим речку, ну как сказать речку, ручеек. Почему она в таком состоянии оказалась? Повальные деревья, какие-то застройки даже есть. Я так понимаю, никогда речка не убиралась, не приводилась в порядок, да? Вот расскажите про историю, про ее. Урбанизация. Город растет, строятся новые жилые дома, школы и другие объекты, да? Вместе с таким негативным воздействием сточных вод. В сточной воде содержится большое количество взвешенных веществ. Эти взвешенные вещества попадают и в русло реки. Происходит заиливание, так называемое. Плюс к этому еще были случаи, когда в речку попадают и канализационные стоки. Это ведет к тому, что начинает она зарастать. Вода не уходит, она заболачивает местность прилегающую, да? Поэтому такой-то ручеек узкий получился у нас. Хотя по ширине реки она достаточно широкая. Она раньше была метров двадцать. Это точно, да. Ну, в среднем по руслу. Заброшенные постройки, поваленные деревья, ил и камыши – не главные проблемы. В первую очередь речка засоряется из-за хаотичного сброса сточных вод. Плюс недостаточная очистка таких отходов. Табличка у нас есть «Сброс воды». Расскажите, пожалуйста, там за последние, вот я вижу, пять лет, за прошлый год, какой объем воды был сброшен, так скажем, да? И что с этим делать? Да, это характеристики, которые нам прислал МОЗ «Водхоз». Это специальная организация, которая занимается данными по сбрасыванию сточным водам подаемы Московья. В 2017 году сколько всего было сброшено? Всего было сброшено 641 тысяча метров кубических. Из них объем сточных вод, который требует очистки, тоже 641 тысяча метров кубических. В то же время, здесь вот такая есть графа, мощность очищенных сооружений перед сбросом поверхностно-водных объектов. Мощность их на вовсе 743 тысячи. Что это означает, да? Вопрос экологии важнейшая тема для региона. Возможно, именно от речки Химка наш городской округ носит это название. К 80-летию муниципалитета привести в порядок этот водоем – символичный жест. Поэтому жителей городского округа приглашают на субботник. В апреле на генеральную уборку ждут всех неравнодушных. Все необходимое выдадут – перчатки, мешки. Главное – объединиться и привести водоем в порядок.